Всем привет! Пока Масюська у меня тут спит на заднем плане. Опять приехали на футбол, опять ребенок уснул, не высыпается, не хватает днем сна и в садике не спит, не хочет. Короче, пока она спит, я запишу, я хотела давно записать видео про преподавателей. Преподавателей английского и преподавателей IELTS. Расскажу именно о тех преподавателях, с которыми я готовилась, о преподавателях и школах, с которыми я готовилась к IELTS. То есть не просто учила английский в университете или в школе, а именно готовилась либо к IELTS, либо просто повторяла. Итак, первой точкой, куда я пошла, это был American English Center. В общем, из всех школ, которые у нас есть в Днепропетровске, наверное, и в Украине, мне она понравилась больше всем тем, что у них интенсив, то есть у них нету курсов по полгода, у них каждый как бы этап, каждая ступенька идет два месяца. Это плюс, как бы то, что у них относительно недорого плюс, плюс у них где-то 12 человек в группе. В принципе, это как бы с одной стороны многовато, с другой стороны там кто-то не пришел, еще что-то. То есть в принципе времени достаточно, чтобы что-то сказать или что-то сделать. Плюс всегда большая половина группы сидит, ничего как бы не отвечает и так далее. То есть если быть проактивным, если там задавать вопросы, общаться с преподавателем, то очень даже неплохо. А в плане IELTS, вот в плане как бы поднятия английского, тут максимум, если пройти вот все шесть уровней, как у них до уровня Advanced, то это будет, ну реально это будет где-то на уровне пятерки. То есть да, сможете что-то сказать, да, сможете что-то там, пятерки по IELTS, сможете что-то написать и так далее, но там каких-то колоссальных знаний не будет. Опять-таки, когда я училась, я не просто там прошла два часа, позанималась и ушла. От этого толку мало. Я очень много занималась по вечерам, я зубрила эти все слова, которые там надо было выучить, я зубрила все тексты, которые там были и так далее. То есть как бы все еще зависит от самостоятельной подготовки. Так что вот это вот АЭЦ я бы рекомендовала именно как что-то для начала, для самого начала, для того, чтобы именно как бы что-то вспомнить, если есть какие-то знания английского, либо вот с чего-то начать. Как бы, но опять-таки, я считаю, что вот эти все занятия по два часа, там с кучей людей, преподавателями, оно дешево, но трата времени. Потому что за два месяца с репетитором вы добьетесь намного большего, чем вот по три занятия в неделю, намного большего, чем в этой школе. Еще одна школа, которая очень мне нравится в плане их подхода, в плане их методики, но не нравится в плане организации, потому что там у них часто то меняются преподаватели, то сегодня отменяется, то всего три человека, а сегодня занятия нет, то еще что-то. У меня муж туда ходил, у меня муж начал с самого нуля именно в этой школе. И вот за полгода именно интенсиво сам, подготавливаясь сам и делая сам домашние задания, по 150 раз переписывая там слова, он до довольно хорошего уровня дошел. Но ему повезло, у них были полные группы. Но опять-таки в плане организации очень много было моментов, ему не нравилось, что, допустим, он уже едет на английский, а ему пишут смс или звонят, типа, ой, сегодня занятия не будет, кто-то там, четвертый человек из группы уехал или не может. То есть очень много вот таких вот переносов. Или там преподаватель, допустим, забыл или не успел, или еще что-то. Ну, короче говоря, в этом плане минусы, но в плане их методики, их подхода, очень там хороший преподаватель, очень хороший основатель школы Чарльз. Я с ним занималась очень долго потом в частном порядке, он мне многое дал. Кстати, насчет Чарльза, я считаю, что если есть финансовая возможность, если живете в Днепропетровске, я не знаю, насколько он по скайпу, он, по-моему, не любит заниматься, и он не любит как бы один на один, он просит, чтобы хотя бы к подготовке к АЭЛС было хотя бы 2-3 человека в группе. Если вот найдете такую группу, если живете в Днепропетровске, то это класс-то. Он на такую твердую шестерку однозначно подготовит, может даже там на 6,5, ну на 6,5, наверное, он подготовит, там на 7, на 8, наверное, нет, нужно еще с кем-то заниматься, потому что он хорошо знает как бы основы АЭЛС, знает как бы, что именно надо готовить, очень хорошо знает сам английский, он сам закончил там, типа, писатель на английском и так далее, грамматика в Америке, он американец, то есть вот спикинг поднять вообще без проблем, очень-очень рекомендую, я очень давно как бы с ним занималась, очень много, и очень благодарна именно занятиям с ним частным, очень благодарна ему за то, что он мужа вот за полгода так хорошо подготовил, ну как бы начал, толчок такой большой дал, то есть очень-очень классное место, как бы вот я как раз и получается, что я сначала в АЭЦ пошла, а потом к Чарльзу, очень хорошо. Очень мне не понравилась англомания у нас в Днепропетровске, причем там, говорят, есть 3 или 4 сильных преподавателя, которые либо директора, либо что-то типа того, к ним очень большая очередь, у них там репетиторство занято, очередь на год, то есть к ним пробиться очень тяжело, но если к ним пробиться, то очень они хорошо готовят. А так англомания — это очень большая школа, у них очень большой там маркетинг и так далее, и, короче, получается, что они больше, у них очень много преподавателей, они как бы цены довольно у них такие недорогие, но преподаватели у них очень многие очень слабые, то есть, допустим, я когда занималась, я занималась с девочкой практически моего же уровня, да, плюс то, что они там дают домашку, проверяют, как бы то, что мы с ними разговариваем, но они многое не дадут. У англомании есть курс, по мне так неплохой, у них интенсивный курс подготовки к АЭЛС, и они обещают за два месяца подготовить, но опять-таки эта подготовка можно рассчитывать на 6-6,5 баллов, не больше. Решила немножко вылезти, потому что бужу ребенка. Вот, это англомания, это 6-6,5 баллов, больше оно не будет, как бы они больше не дадут, если не попасть именно к тому преподавателю, которому, ну, к крутому, хорошему преподавателю. Плюс еще в англомании, это то, что у них прям там в англомании сдается экзамен, как бы, то есть уже ты место знаешь хорошо, преподавателей знаешь, как бы они там же ходят все, выдают там листики, они не помогают, конечно, естественно, они не помогут, но во всем случае, как бы, обстановка более-менее такая спокойная, потому что очень многое зависит еще от нервов, когда Айлдс даешь, то, конечно, очень сильно нервничаешь и переживаешь, потому что это реально, понимаешь, что от этого очень многое зависит. Вот, дальше очень-очень-очень хороший, самый лучший преподаватель – это Аня Печорина. Она готовит именно к Айлдс, вот сейчас она в декрете, но я думаю, что вот уже пора ей выходить, может, она и будет заниматься, но, сколько я знаю, сейчас она не занимается со студентами. Вот, она, конечно, дает очень много, она просто колоссальные знания английского, я бы сказала, она native, я не знаю, где она выучила, я так и не узнала, где она так хорошо выучила английский, но я так понимаю, что она где-то в Лондоне, может, где-то училась. Вот, она, у нее куча всяких этих сертификатов и так далее, и она очень-очень хорошо разбирается в Айлдс, она очень хорошо и тонко понимает, что нужно именно для сдачи Айлдс, и она очень может хорошо и легко это все преподнести. То есть, мне очень-очень с ней понравилось, но вот, если бы она готовила, я бы, конечно, просила ее вот всех знакомых, которые я знаю, и у меня друзья у нас готовятся к Айлдсу, конечно, это было бы круто, если бы она готовила, потому что она очень-очень хороший преподаватель. Последний, наверное, преподаватель, о котором я хочу рассказать, ну, как бы я просто по очереди говорю с теми, с кем я занималась и как я занималась. А, нет, я не буду, наверное, говорить про Марину, это преподаватель, который из англомании, я уже сказала в каком-то из своих видео, что у нее свои какие-то подходы не очень правильные, как по мне, то есть, она не учит английскому, она учит каким-то словам, каким-то таким выражениям, которые иногда очень-очень смешно звучат, которых половину никто не знает, ни здесь, ни американцы в Украине и так далее выражений. Ну и, короче говоря, как бы я считаю, что на 6 она может натянуть, на 6 можно как бы чем-то может улучшить, какое-то вывернутым словом, хотя я считаю, что преподаватель наоборот, увидя эти слова, какие-то там предложения, которые откуда-то из какой-то книжки 18 века, то он поймет, что это просто заученные фразы, и это в плюс не будет. Ну, как бы, ну, я не жалею, что я с ней занималась, но я бы не советовала с ней заниматься. Ну, мне кажется, таким подходом это, ну, трата времени, плюс у неё свои какие-то амбиции человеческие непонятные, как преподавателя. Ну, короче, с ней тяжело найти общий язык, и с ней тяжело заниматься. Очень многие жаловались, что, ну, она прямо вот там с мужчиной, может нагрубить и так далее. Ну, короче говоря, не буду о плохом, хочу о хорошем. Вот один мне очень нравился, как бы, последний, с кем я занималась, это была Таня Кузнецова, я уже про неё говорила. И я с ней не занималась подготовкой к IELTS, хотя, как бы, я её просила то, что нужно было мне, и она специально для меня подготавливала то, что нужно было мне, именно по моей работе, по моей учёбе, подготовке к job-интервью. И, понимая, как бы, её уровень в этом, я понимаю, что у неё, если, тем более, у неё именно специфика подготовки к IELTS, то она идеальный вариант. То есть, если бы сейчас я кого-то, кому-то советовала, именно из всех, кого я знаю, учителей и преподавателей, я бы советовала идти к ней. Она эмигрировала недавно в Австралию, переехала. Я думала, что она не будет заниматься, как бы, подготовкой уже к IELTS, ну, там, как бы, другая жизнь и так далее. Но она, на самом деле, вообще придумала какой-то очень там крутой целый, не уроки, а придумала целый, как бы, целый курс, курс подготовки к IELTS. То есть, она там с кем-то договорилась с каким-то канадцем нейтивом, она договорилась с каким-то преподавателем в Киеве. То есть, у них там целый курс какой-то, они или сейчас запускают, или уже запустили. Но я уверена, что даже если запустили, закончилась регистрация на сейчас, то будет, как бы, этот курс дальше продолжаться. Как бы, этот курс, насколько я знаю, он включает в себя и грамматику, отдельные уроки грамматики, отдельные уроки спикинга, отдельные уроки, именно, всё это подготовка к IELTS. Вот, кстати, мне напоминает Танин вот этот курс, она мне рассказывала немножко про него, он мне напоминает IELTS портал. Но там, получается, этих людей я не знаю, мне как бы понравилось, я один раз общалась с самой главной, там, с директором этого IELTS портал, мне понравилось. У них очень хороший подход, очень хороший курс, но у них он очень дорогой, там буквально за 10 занятий, по-моему, 400 долларов. У Тани тоже курс недешёвый, по-моему, я не буду врать сколько. Я попрошу её или сама найду и дам ссылку под видео или где-нибудь в комментариях, первых комментариях под вот этим видео, скину ссылку на Танин YouTube или на Танин курс, я не знаю, я спрошу у неё, где у неё этот курс, ну, как бы, как можно его найти. Вот, он тоже не дешёвый, там, по-моему, или 500, или 800 долларов, но там это всё, по-моему, месяцев за 8. То есть, в принципе, если реально хочешь подготовиться, если понимаешь, что для того, чтобы подготовиться, тебе не нужно там 2-3 месяца, если понимаешь, что это долгий процесс и нужно поднять где-то на бал, то я бы с ней занималась, я бы занималась именно, как бы вот проходила полный курс, она как-то там всё это скомпоновала, чтобы было и достаточно грамматики, и достаточно спикинга, и достаточно там всего-всего. Ну, мне кажется, это классно. Я сама этот курс, к сожалению, к счастью, не прохожу. Ну, вот, я думала, я думала, что если я не пройду, как бы не пройду по Канаде, и мне придётся на 8-8-8 сдавать в Австралию, то я бы как раз проходить... Тогда Тани не было, я не знала за Таню как за преподавателя, но я думала как раз, что я буду проходить как раз вот в этом IELTS портале похожий курс. Вот, ну и как бы я бы занималась тоже с ней, как с репетитором по Чусова. Ещё из таких учителей, из хорошего такого, я знаю, IELTS Лиз, это сайт, веб-сайт, тоже преподаватель, она как бы в Ютубе выкладывает ролик, у неё там свой сайт, так и пишется IELTS Лиз, L-I-Z. Вот, мне тоже понравилось, я много всего почерпнула у неё на сайте, с её Ютуб роликов. Ещё мне очень много дал Gday.ru, это там, получается, многие выкладывают темы, многие общаются на тему IELTS, многие дают ссылки на хорошие школы, многие дают ссылки на хороших преподавателей. Кстати, опять-таки, я думала, что если совсем-совсем, всё будет грустно, просто очень дорого, получается час у нейтива где-то от 35 до 50 долларов. Но как бы если бы мне пришлось платить эти деньги, вот такие репетитора нейтива искать, то я бы пошла на вот этот Gday.ru, там, по-моему, была или Шелли, или как-то так, короче, там очень хвалят преподавателя какого-то, вот к ней тоже большая очередь, надо за полгода, наверное, записываться. Вот я бы к ней пошла, ну как бы если бы пришлось, потому что очень-очень дорого с нейтивом заниматься. То есть вот у меня были планы такие, если бы я не прошла, то я бы занималась с Таней Кузнецовой, вот как бы то, кого я могу советовать, и то, который может на нужный балл, ну как бы не важно, там на 8 вам нужно сдать или на 7, то есть она на нужный балл подготовит. Вот Станя Кузнецова, я бы взяла бы ее курс. Вот IELTS портал мне понравилось, но опять-таки я не сильно разбиралась, я как бы не знаю, мне понравился их подход, я пообщалась вот с их директором, мне понравилось, как она говорит, что типа если вот у вас уровень там сейчас 7, то мы беремся готовиться на 8 за определенные большие деньги, по-моему тогда это было или 400, или 500 долларов за курс, и вот они типа гарантируют, что вот пока вы не сдадите на все восьмерки, вот если мы знаем, что если мы гарантируем сдачу, то мы типа с вами занимаемся, но насколько это правда, я не знаю. И самой последней, наверное, бы точкой у меня, это было бы, наверное, были бы занятия вот с этой преподавательницей, как-то на Ше, по-моему, или Шелли, или... Короче, я не помню, как ее там зовут, но вот на GD.ru там очень много, во-первых, там для любого уровня очень много хороших статей, очень много хороших там люди выкладывают свои эссе, потом их обсуждают, там, ну да, там есть и негатив, там могут, вы можете выложить там эссе, первое, по-моему, эссе мое там вообще это настолько, как бы, обхаяли, да, если по-русски так хорошо сказать, вот, очень было, ну, бывает неприятно, мне все равно, мне главное, чтобы был результат после этого. То есть вот тоже очень такой большой сайт по IELTS, ну и куча всяких мелких сайтов, ну и в основном я вот ниоткуда, вот мне больше всего GD.ru, IELTS.LIS и вот это IELTS.Портал, там очень много тоже толковых статей, как самой подготовиться, как бы, как там поднять спикинг, как поднять еще что-то, вот, и... и...